Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Минкомсвязи и Единая Россия согласились с бессмысленностью блокировок в интернете. В Волгограде кондуктор автобуса заявил пассажирам, что он агент под прикрытием. Новосибирец заплатил алименты ради спасения виртуальных кабачков. И Амидж завершил спор с сожжением оппонентов. В нашем эфире все споры и дискуссии проходят довольно мирно, как и сегодня. Александр Рассочин, Светлана Занько. Не всегда. Добрый день. Не всегда проходит довольно... В последнее время что-то стало все... Да, вот как-то гладко так все стало. А раньше-то спорили, спорили. Но до сожжения не доходило в любом случае. Слушай, ну ты помнишь наш вторничный эфир, когда мы просили наших слушателей звонить и давать советы, рекомендации, просить обратить внимание в Рио губернатора на какие-то там определенные вещи в регионе. И ведь ни один не позвонил, Саш. Ну, такая возможность у них... Ни один не позвонил. Такая возможность у них сейчас все-таки есть. На нашем сайте размещен баннер, где можно задать вопросы. Вот как раз перед эфиром мы вспоминали, что год назад проходила конференция, да, или как корректно назвать, в Санкт-Петербурге. Форум международный, да. Форум в Санкт-Петербурге, на котором Никита Юрьевич Белых слово держал, ты помнишь, да? Говорил о нашем регионе, какой инвестиционно привлекательный. И в том числе договоренность была с Республикой Коми, что у нас появится общая межрегиональная авиакомпания первая в стране. Оттуда была новость, да, да, да. И вот как раз-таки можно будет поинтересоваться у Игоря Владимировича все-таки, что с этой компанией будет она, не будет, как-то все затихло. Региональная. Да. Ну что, перейдем к дневному развороту. Сегодня четверг, по повестке пройдемся. Во втором часе к нам придет начальник управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Кирова Надежда Анисимова и также президент Федерации велосипедного спорта Кировской области Григорий Долгих. В конце мая в Кирове состоится велопарад. В этом году он пройдет в рамках единого дня велопарадов, всероссийского дня велопарадов. Ну, в таких, в расширенных рамках, я бы сказала, потому что всероссийский день 28 мая, да, а у нас вроде на 27 запланировано. Мы сегодня выясним, как он будет проходить. Прошлые годы проходило здорово, весело, шумно, красиво и празднично. И особенно порадовал, конечно, вот именно прошлогодний велопарад в рамках всемирных сказочных игр. Костюмированный который. Да, я была и горда, и рада, потому что, ну, костюмы были потрясающие совершенно. От милых коров таких с этими, с ромашками, да, в руках, до смерти с косой. Да, все было, и пираты, и дети в ковбойских костюмах, нет, в индийских костюмах, на деревянных велосипедах, чего вообще. Не ожидалось увидеть, и как выяснилось, папа сделал этим девочкам милым специально к велопараду такие велики. Это было просто прекрасно и потрясающе. Пока не вижу подготовки активной к нынешнему велопараду, но выясним сегодня, как все идет. Ну, и остальные мероприятия, связанные с велосипедным спортом, я думаю, что и Григорий Долгих, и Надежда Анисимова нам поведают. Ну, а первый час мы посвятим инициативе. Прекрасной теме. Да. Из телеэфира предложили убрать сцены употребления алкоголя. Сколько уже борются с алкоголем на экранах телевидения и возвращают, и убирают. Можно уже запутаться на самом деле. Или опрос на нашем сайте эхакирова.ру и в группе ВКонтакте видеть в телеэфире выпивающих людей вам неприятно, приятно. Все зависит от программы. Либо все равно, вот сейчас я смотрю предварительные результаты в нашей группе ВКонтакте, все зависит от программы на первом месте 41%. Чуть меньше 39% все равно. Неприятно и приятно буквально 14,6%. Ну, 60% проголосовавших на сайте говорят, что все равно или все зависит от программы. Это 60%. И приятно, говорят, 28%. Неприятно 11%. Ну, приятно 28% видеть. Ты понимаешь, я даже хотела, если бы мы эту тему не так поздно вчера решили взять, там, обсудить, то, конечно же, наш эфир можно было бы разбавить замечательными совершенно врезками из разных знаменитых и прекрасных фильмов. Ну, сразу все вспоминают первый главный новогодний фильм. Ничего уж тут, правда? И новогодний фильм «История иронии судьбы» или «С легким паром». Так вот, представьте себе, господа, 31 декабря. «Ирония судьбы». Сразу по всем каналам подряд, вот если переключать, то с утра до ночи и потом еще в ночном эфире можно смотреть. Но имейте в виду, что Центр разработки национальной алкогольной политики ЦРНАП предложил российскому правительству запретить демонстрацию потребления спиртных напитков на телевидении с 6 утра до 23 вечера. Об этом говорится в обращении ЦРНАП к премьер-министру Российской Федерации Дмитрию Медведеву. И представьте себе «Иронию судьбы», где вот эти вот сцены потребления спиртных напитков, а они там, мне кажется, в каждом кадре, вот с ними что будут делать? Их будут как вот, там что будет, там будут кружечки и рюмочки, они будут так это вот затушеваны, наверное, или вырезаны? Судя по всему, такие фильмы, как «Ирония судьбы» или «С легким паром», там, «Мимино», они останутся в это время в эфире, но сцены употребления будут вырезаны. 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 Так то есть от «Иронии судьбы», вот это будет «Ирония судьбы», и только пар останется. Вот я сейчас смотрю, время фильма 184 минуты, ну то есть получается 3 часа. Вот полный фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром». Хорошо бы кто-то подсчитал, сколько останется. Да, в итоге сколько останется? Один час или, может быть, даже меньше? Нас ждет такое развлечение. Имейте, ну смотри, ЦРНАП говорит, что в нашем законопроекте будет запрещено показывать распитие крепких, благодаря законопроекту, может быть, запрещено показывать распитие крепких напитков, внимание, в телевидео, кинопрограммах, документальных и художественных фильмах. То есть вот всякие там BBC и всякие тревел-каналы, вот эти все «поедем, поедим, попьем» и прочее, все убрать, никаких грузинских национальных традиций, никаких итальянских виноградников тосканских, не должно быть показано с кружечками, рюмочками и бутылочками. Представляешь, да? В организации считают, что в большинстве случаев демонстрация сцен с употреблением алкогольных напитков следует воспринимать как скрытую рекламу, да, а точнее стимулирование потребления алкогольной продукции. Вот мне интересно, а как будут разграничивать? Вот руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин пояснил РБК, что... Опять Павел Шапкин? Ах, этот Шапкин. Фильмы типа «Особенности национальной охоты» не должны демонстрироваться с 6 до 23 поместного времени. Конечно, нет. И нечего, да. Детей спать уложите и наслаждайтесь. А если говорить про такие фильмы, как «Мимино», опять же, которая не про пьянку, но где есть цены употребления алкоголя, то эти сцены должны либо вырезаться, либо в определенный момент экран должен закрываться. Закрываться экран. Так вот мне непонятно. По летам в «Лебединое озеро». Да. А каким образом будут разграничивать? И кто будет решать, что вот этот фильм можно показывать, но в ограниченной версии, а вот этот нельзя? Все. Везде, где будет употребляться алкоголь или бутылки, показанные алкогольные, вот везде будет балет. Понимаешь? Так балет или все-таки их в ночное время только? Ну, в ночное можно, после 23-х. Ты понимаешь? Ну, вот я вот не понимаю. Особенности на национальной охоты нельзя показывать? Ну, видимо, там слишком много. Там вся история на этом. Ясно. Я прям честное слово. Я, как вот сейчас с этим словом понимаешь, бесконечно повторяющимся, прям представила мужчин, которые говорят, ну, давай, слушай, там, Виталик, Димон, когда мы с тобой соберемся, ребят, когда мы будем смотреть там свою любимую охоту? Ну, вот только после 23-х. И жене такие говорят, мы пошли с пацанами смотреть особенности национальной охоты. И еще в специально отведенном заведении, потому что... Это следующий законопроект, следующая инициатива. Да, 211-101, номер телефона прямого эфира, 211-101. Пожалуйста, звоните и выражайте свое отношение к предложению ЦРНАП, Центра разработки национальной алкогольной политики, которое говорит о том, что нужно запретить демонстрацию употребления спиртных напитков на телевидении, в художественных, документальных, в любых других кинопрограммах. Значит, с 6 утра до 23. 211-101, мы принимаем ваши звонки. Ну, вот смотри, я специально... Ну, тут надо еще все-таки уточнение, потому что крепких алкогольных напитков. А пиво что? Пива нет? Пиво можно? Ну, вот что у нас было... То есть сразу представляешь, что из иронии судьбы банную сцену не вырежут. Она останется. Она, видимо... А вот там, где с шампанским... Или это тоже не... Нет, шампанского уже, наверное, да. Где с шампанским уже пришел к Наде один друг потом, второй друг, вот это уже надо будет вырезать, правда? А еще последствия алкогольных... А смысл тогда показывать фильм, если некоторые моменты, они завязаны на этих сценах, где используются элементы алкогольной продукции? То есть сюжет же уже, наверное, не будет столь понятен, где-то ясен, где-то сюжетная линия. Догадайся. У тебя воображение есть? Ну, или зайди в интернет, прочитай. А дети твои вообразить уже не смогут. Вот хорошо нам сейчас редакторы подсказывают, сбрасывают ссылку. Актеры сочли идиотизмом идею запретить на ТВ сцены распития алкоголя. РБК пишет. Запрет на демонстрацию алкоголя на телевидении. Михаил Боярский считает, что не должен касаться мультфильмов. Художественных и документальных картин. Ну, особенно мультфильмов, я считаю, что, конечно же, нет. Это художественное произведение, которое имеет право на отклонение. Я про отклонение. Мне кажется, мы скоро вообще все, знаешь, ни на одно отклонение не будем иметь права. Вот никуда. Четко по линии. Употребление алкоголя, пишет Боярский, говорит или пишет, видимо, комментирует, это часть жизни, и не надо воспринимать это как пропаганду алкоголя. В таком случае надо запретить показ сцены войны. Кстати, 9 мая. И вот эта вот стопка, вот эта перед, или после, и вообще, да, которая присутствует даже в фильмах про животных, про спитие алкоголя. Даже в таких, оказывается, фильмах. Ну, вот мы сейчас вспоминаем фильмы довольно старые, а я вот вспоминаю последние, например, которые потрясли и вызвали какой-то резонанс в обществе, то есть обсуждение, кому-то понравились, кому-то нет. Это в первую очередь географ-глобус пропил. Запретить. Запретить. Конечно. А затем Левиафан. А там показывают, как он идет? Левиафан, страна ОССР. Это, получается, мы все фильмы закрываем. Ну, вообще, я считаю, что географа, конечно, запретить. Левиафана вообще запретили, мне кажется, изначально, несмотря ни на что. Там, да? Несмотря на всякие каннские там вот эти вот. И сейчас тоже. Который из вягинцев получает. Аплодисменты и прочее. Вот надо запретить обязательно. Ну, вот очень интересно еще, что говорит Боярский. Он говорит, что принятие такого закона не скажется на нравственном воспитании россиян. А вообще, знаешь, как интересно. Смотри, вот вырежали сцены распития алкоголя. А дальше мы видим у Надиного приятеля в душе, в одежде. Он там пел? Что он там делал? Я не помню. Или что-то пел, по-моему. Или говорил он там что-то. И люди сидят такие, которые в первый раз видят и думают, а что случилось вообще, собственно? А почему он не в психушке вообще, вот этот человек, сейчас? А еще, знаешь, такой вырезает какая-нибудь стена свадьбы. Свадьбы. Замечательные, да? Любовь и голуби, помнишь? Там не только свадьбы, все. Вот, ладно, свадьба. Вот люди сидят, не показывают, как они чокаются рюмками, произносят тост, не показывают все вот эти вот баллоны с горелкой и прочее. Потом бац, и такая веселуха пошла. То есть вот они только сели за стол, там все вырезано, а дальше уже танцы, и все. Вот я об этом и говорил. Сюжетная линия полностью изменится. Но с другой стороны, вот как Павел Шапкин сказал, что можно там закрывать экран. Возможно, что эти элементы алкоголя будут в каких-то пикселях там заветушироваться или еще как-то. Ну, то есть может дойти до такого. 211-101. Слушатели, что вы думаете по поводу этого законопроекта? Может быть и правда он необходим? Действительно. Ну и вообще, убрать все. Ну, нам сейчас нужно прерваться на небольшой перерыв, и после мы продолжим. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается программа «Дневной разворот». Из телеэфира предложили убрать сцену употребления алкоголя, причем вообще из всех абсолютно программ. И даже, я так понимаю, из мультфильмов, потому что Михаил Боярский говорит, что мультики надо оставить в покое все-таки в данном случае. У нас 211-101 разговор с вами по этому поводу. Как вы относитесь к инициативе Центра разработки национальной алкогольной политики и его руководителя Павла Шапкина? И сейчас у нас на связи Юрий Львович Лемензон, который очень любит комментировать подобные инициативы. Ну, не всегда, не всегда. Юрий Львович, добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Вот, что вы почувствовали? Какой фильм вы сразу вспомнили, когда вы прочитали? Первое ощущение у меня было слова нашего министра иностранных дел. Ну, вслух я не буду их произносить, чтобы не подводить ваше радиоостанство. Ну, я бы вообще, в принципе, выступил за то, чтобы это дело было оставлено. Если это дополнить тем, чтобы не показывали нашу милицию и суды, которая провоцирует нас на определенные действия. Наша ЖКХ, которая тоже провоцирует на определенные действия. То есть там можно много всего включить, которое вызывает определенные эмоции, как и показ тех кадров, которые не рекомендуется показывать. Вот если это в полном масштабе нашими любимыми законодателями будет сделано, то я, наверное, поддержу. Но это, конечно, шутка. Моразм крепчает, что сделаешь. Ну, будем с этим бороться. Ну, а каким образом здесь бороться? И вы думаете, будет принята эта инициатива? Я очень сомневаюсь в этом. Там еще же есть рабомыслящие люди. И все же работают с Милоновыми, Зулиными и другими. А вот если бы представить себе, что да, принимается подобная инициатива, ладно, мультики оставляют в покое, может, даже частично художественные фильмы. Но вот все программы, которых множество, документальные программы, научно-популярные программы, программы про путешествия, которые тоже очень нравятся вашему телеканалу, где очень много, кстати, рассказывают про всякие национальные напитки. И как их потребляют даже пока. И да, про культуру питья, не дай бог говоря. Это безобразие, конечно, безобразие. Не дай бог говорить. Надо бороться с этим, да. А что произойдет, например, с телеканалами, если такое вот будет? Ну, телеканалы уже давно пугают. Но вместе с тем уже ставится вопрос о том, что разрешить рекламу алкоголя. Потому что понимают, что телеканалы региональные, имея такое сокращение объема рекламы в нынешний период, могут и не дожить. Поэтому Роскомнадзор даже уже прорабатывает такие возможности. Но, видите, разные линии есть. У нас же башен много. Поэтому какая-то из них все равно победит. Да, но мы пока не видим башню, которая бы сказала нет таким политикам, как Павла Ша. Ну, на все глупости они же не реагируют. Они же тоже здорово-высящие люди. На всякий чих и глупость реагировать это будет ненормально. Юрий Львович, для понимания, вот процент рекламы алкоголя из общего количества рекламы сколько составляет? А ее вообще нет. Ее вообще нет. Вообще нет, да. Она когда-то в начале 90-х занимала такой, ну, объем был. Особенно федеральный канал очень большой. А в региональных мы потом перешли на продакт пластмин такой. Попользовались еще немножко. И объемы были, я скажу, не самые маленькие. А потом, согласно законодательствам, уже законопослушные граждане все закрыли. А сейчас, если я не ошибаюсь, все-таки есть какие-то там... Только пиво. Только пиво в определенное время. После 23 часов. После 23. Или безалкогольное, да? Или безалкогольное, да. Пиво после 23 или безалкогольное. Но как выяснилось... Ну, такой зонтичный бренд можно рассматривать. Ну, на это сейчас стали закрывать глаза, поэтому федеральный канал это делает. Ясно. Спасибо большое, Юрий Львович. Юрий Шлеминзон, генеральный директор телеканала «Ренкиров», специалист в области антиалкогольного и антитабачного законодательства. 211 и 101. Медведеву предложили запретить на телевидении сцены с распитием алкоголя. Хороший какой, слушай, заголовок. Медведеву предложили запретить сцены с ним, что ли? А я и Дмитрий Анатольевич с распитием алкоголя. Значит, на телевидении, еще и на телевидении. 211 и 101. Как вы считаете, хорошая инициатива или ее следует критиковать и не принимать? А еще, вот, кстати говоря, Юрий Львович сказал, что, так он не четко, в смысле не прямо, но он все-таки сказал, мне кажется, так же, как и Олег Басилашвили тут, что уровень потребления алкоголя связан с уровнем жизни россиян, а не с демонстрацией распития алкоголя на телевидении, да? Вот, что сказал народный артист СССР, и вот Юрий Шлеминзон тоже сам практически сказал другими словами. Слушатель у нас на линии. Алло, здравствуйте. Нет, у нас звонка 211.1. Подключайтесь, пожалуйста, к нашему обсуждению. Еще раз, ваши, наши любимые или нелюбимые фильмы, документальные программы, программы научно-популярные, где есть сцены демонстрации алкогольных напитков, вот, видимо, бутылок, рюмок и прочего, и распитие их, предлагается запретить, предлагается руководить Центром разработки национальной алкогольной политики, запретить вовсе вырезать из фильмов, либо показывать темный экран, но и разрешить только с 23 до 6 утра. Ну и вспоминайте сразу же все фильмы, которые на ум приходят. Я вот ни одного фильма не могу вспомнить теперь, когда эту новость прочитала без этих сцен. Ну вот народная артистка России Инна Чурикова отреагировала на инициативу довольно ярко одной фразой «Не трогайте кино, пожалуйста». Вообще, никто не трогайте, ничего не трогайте. Потому что последние годы нападки на представителей и театра, и кинематографа незаметны, и в том числе реакция какая-то от людей искусства идет, опять же. И говорит Армен Джигарханян, что вряд ли просмотр какого-то фильма может повлиять на решение человека начать пить или бросить пить. Если мы понимаем кино как искусство, то здесь нельзя допускать любых кардинальных решений. Слушай, а вот есть же, смотри, есть же всякие социальные кино, фильмы, и документальные социальные рекламы, где вот с целью пропаганды как раз трезвого образа жизни показывают убийственные вот эти вот сцены, всяких притонов, несчастных семей, где пьют родители и вот это вот все. И последствия считается, что как раз, считалось до сих пор, сейчас Павел Шапкин нам говорит, что нет, не так, что это как раз производит впечатление, и люди начинают задумываться, задумываться над тем, что они делают, или что делают их соседи, родственники и прочее. Теперь, видимо, и это тоже вырежут. Нам говорят тут наши продюсеры, что телефон у нас крякнул, они пишут, надо починить несколько минут. Телефон возмутился, мне кажется, телефон. Даже техника возмущается. Даже техника возмущается, что же происходит. Но давай посмотрим еще раз, как голосует у нас народ на сайте хакиров.ру и в нашей группе ВКонтакте. Мы задавали вам вопрос, видеть в телеэфире выпивающих людей вам, как вам? Все зависит от программы. 35% говорят на сайте хакиров.ру, и 30% говорят все равно. Это 65% вместе. А приятно 25%. На первом месте ВКонтакте все зависит от программы, и мне все равно. Около 14% проголосовали за вариант «Неприятно», и около 6% за вариант «Приятно». Интересно еще, как это коснется не отечественных, а иностранных фильмов. Ведь у нас идет их показ и в кинотеатрах, и на экране. А у них же там, если я не ошибаюсь, используются же, и какой-то алкоголь и прочее. А какая разница, отечественные или иностранные, вообще все. Я понимаю, но как это коснется вообще на какое-то взаимодействие, что ли, представителей искусства, и вообще искусства нашего отечественного и всемирного, зарубежного. То есть у нас, получается, доступа не будет или где-то в интернете, или каким образом? У нас не будет доступа. Не будет доступа. И к нам не будет доступа. Строгость законов у нас компенсируется порой необязательностью их исполнения. И что же тогда? Мне кажется, что... А как ты считаешь, Саша, ты смотришь, а как мужчина, я не знаю, ты смотришь вот эти особенности национальной охоты? Я за свои практически 27 лет смотрел этот фильм, поэтому... Вот ты, когда его смотрел, тебе хотелось прям вот достать рюмку, там вот... Я не знаю, может быть, это на каком-то там подсознательном или бессознательном уровне это там, не знаю, происходит, но у меня такого не было. Ты пил или не пил сразу после фильма? Я не пил. Я не пил. И желание такого у меня, в принципе, я не замечал за собой. Пробуем звонить 211-101. Я вот не знаю, починили телефон или не починили телефон, но надеюсь, что да. Если нет, то надо дать номер телефона для СМС. Номер телефона для СМС 8-909-720-101-0. Но сейчас нам нужно прерваться на небольшой перерыв, и через две минуты мы продолжим. Я надеюсь, что... А вы еще ВКонтакте комментируете по допросу? Да, конечно. Мы вас почитаем. Ну и через две минуты, я надеюсь, что у нас вся техника будет работать и звонки пойдут. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Здесь студия Дневного разворота, Александр Асохин и Светлана Занько. Я-то думала, что мы сейчас в перерыве с Сашей будем вспоминать все возможные напитки, которые мы видели и которые нас соблазняли. В фильмах. В фильмах и вообще. Но нет, как-то странно, даже эта тема не заставила нас подумать, что завтра пятница. Правда? Вообще никак. Я вот сейчас, Светлана, сообщила новости. Совершенно нет. Но вот Саша сказал, что 27 лет мне, я там та-та-та. А я смотрю, значит, в публикациях, вспоминаю, что именно в 90-х годах был принят первый российский закон, регулирующий требования к размещению и содержанию рекламных сообщений, касающиеся алкоголя в том числе. Саша, почти всю твою сознательную жизнь все время закручивают гайки. Все запрещают, запрещают, запрещают. Смотришь на опросы, смотришь на статистику. Алкоголизация населения. Алкоголизация населения. Вот ничего с ней не делается, ты понимаешь? И мало того, ты помнишь, вот сегодня у нас еще новость была про СПИД. Вот когда к нам приходил специалист, да, он рассказывал, что сейчас все больше людей подвержено заражению СПИДом именно в состоянии алкогольного опьянения и в благополучных, и неблагополучных районах. Ну, все вот эти ограничительные меры, как показывает практика, в различных сферах не всегда приводят к какому-то положительному результату, а часто случается все и наоборот. У нас на линии Владислав Крысов, ведущий программой «Точка зрения» на телеканале «Девятка ТВ». Владислав, здравствуйте. Здравствуйте. Владислав, вы там у себя в коллективе уже обсудили этот вопрос? Что насчет запрета показа распития спиртных напитков на телевидении? Ну, во-первых, обсуждать, по сути, в новостейном формате нечего, потому что никто специально там эти спиртные напитки, распитие и не показывал, да. То есть не было такой задачи, что, ребята, давайте-ка мы снимем, как где-то сидят алкоголики и выпивают, да, и покажем все. Нет, нет, это так по-дружески. Собрались в редакции и решили, а что же мы будем в пятницу вечером смотреть в случае принятия закона? Сами думают. Ну, это однозначно на том уровне, что это полнейший бред, поскольку, ну, это вообще невозможно себе представить. Любые показы вот таких вот сцен, вот даже взять в любом фильме, там, да, Тарковского взять, там, Гайдая, да. То есть они авторски продуманные. То есть это не для того, чтобы популяризировать, скажем так, алкогольные напитки и их потребление, да. То есть это идея какая-то есть у этих вот сцен и так далее. То есть, ну, это, конечно, бред, и это пустание пыли в глаза под предлогом, вот давайте-ка мы сейчас перестанем популяризировать. Влад, а смотрите, какая еще интересная история. Вот господин Шапкин, инициатор, он говорит, правильно, мне кажется, говорит, вот фильмы типа «Особенности национальной охоты», а мне кажется, вообще все, что связанное с подобным поведением, в том числе не только просмотр фильмов, но и поведение дома, не должны демонстрироваться 6 до 23. Детей спать уложите и наслаждайтесь. Здесь нечего на самом деле, правда. Я согласен с тем, что можно на эти фильмы поставить плашку, прибыли там плюс 16 и так далее, да, но по ограничению времени, ну, этого быть не должно, это точно. Ну, а вы, как вы думаете, все-таки вот эта инициатива вызывает и много споров, и в интернете, и в нашем сегодняшнем эфире, в том числе спикеры, которые вот звонят, высказываются. Все-таки эта инициатива, она будет принята, как вы думаете? По опыту, может быть, подобных решений ранее? По опыту подобных решений я не исключаю такого, потому что надо пустить пыль в глаза, нужно показать, что что-то делаем. То есть, если бы хотели каким-то образом отвлечь подрастающее поколение от этой проблемы, лучше бы построили спортивные площадки и сделали бесплатные спортивные секции, а не запрещали смотреть фильмы. Да. Я не исключаю, что она будет принята. Вот тут я совершенно с Владиславом согласна и в первую, и во вторую часть. Не исключаю, что что-то будет принято. Особенно, знаете, что, наверное, Шапкин говорит, что режиссеры, снимая новые фильмы, должны будут иметь в виду закон такой и исключить соответствующие сцены еще на стадии производства. Может быть, старые не запретят, а вот новые, скорее всего, запросто. Ну и согласна насчет того, что, конечно, если говорить о молодежи, да и о взрослых, чего уж тут? Доступный спорт, доступный отдых. А если Шлемензон еще вспомнить, проблемы ЖКХ и прочее, да, дайте людям жить нормально. И, наверное, не будет так много пить. Спасибо большое. Владислав Крысов, ведущий программы «Точка зрения» на Девятка ТВ. 211-101, телефон, как вы видите, у нас работает, все наладилось, звоните, высказывайтесь. Стоит ли вообще какие-то, вот если не все меры, которые предложил ЦРНАП, Центр разработки национальной алкогольной политики, принимать, вот не все выкорчевывать, да, в дневном эфире, то какие-то, может быть, вы считаете все-таки к телеку применить меры, что-то там. Ну вот у меня, Саша, есть подозрение, что что-то в новых фильмах может измениться. Ну, я смотрю на эту ситуацию, опять же, возможно, что это еще один из гвоздей в гроб телевидения может стать, потому что сейчас не секрет, что все уходит там в интернет, в том числе и трансляции, в том числе и там показ фильмов, различные ресурсы, как Netflix, предположим, там Onvix и прочее. И я для себя, например, в этом проблему не вижу. Я телевизор практически не смотрю, и информацию получаю через ноутбук, через телефон, и поэтому то же самое, посмотреть какой-то новый фильм, например, «Игра престолов» скоро выходит, и там, между прочим... Не реклама. Не реклама ни разу, там, между прочим, тоже есть сцены алкоголя, и не только алкоголя. Да, да, 211-101, подключайтесь к нашей дискуссии, у нас есть звонок. Алло, здравствуйте. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Вячеслав Александрович. Слушаем вас, Вячеслав Александрович. В общем, надо начинать, знаете, с кого, наверное, с нашего президента. Он же фуршеты делает на приемы, и он всегда шампанское подымает. Ну, так ему надо, если так, относиться к этому делу. Показать пример. А не подумали, господа, с этой комиссией, кто предлагает? Кто там, типа Милоновых? Милоновых или... Это Павел Шапкин, это Павел Шапкин предлагает. Ну, типа. Ну, вот так пусть Шапкин смотрит телевизор. Он, видимо, только в интернете сидит. Ну, а все-таки инициатива, может быть, какие-то плюсы здесь можно увидеть? Какие плюсы? Мы наступаем на одни и те же грабли, постоянно. Запрещают, водку повышают. Потом господин Медведев дешевле делает эту водку. Потом опять дороже. А воссыны не там. Ну, правильно вы и говорите. Понятно. Лучше пусть займутся благосостоянием народа. Вот. А не этой водкой. Горбачев 90-й год, помните, как обрушил 80-е годы? Да. С сухим законом с этим. Банкротом стало государство. Спасибо большое, Вячеслав Александрович. Я хочу, кстати, отметить еще вот на РБК слова актера Андрея Урганта приводятся. Запрещать ничего нельзя. Я знаю это, ведь я председатель Попечачильского совета фонда, который помогает реабилитироваться. Эта мера лишь приведет к взлету алкоголизма и наркомании. Так везде, где есть запрет. О чем, собственно, и говорил. Лучше бы воровать запретили. Он про коррупцию, наверное, говорит. Я считаю, что про коррупцию он говорит. Вот тут, кстати, еще пока никто не отметил никакой коррупционной составляющей предложения Павла Шапкина. А вдруг она там где-то спряталась? Может быть, лоббирование интересов? А вообще, ты же знаешь, слушай, а что же будут делать наши замечательные эти вот олигархи и всякие не олигархи, а госслужащие, у которых виноградники повсюду понатыканы? Куда же они будут в вино-то свое, скажи мне? Как же они будут? Вот непонятно мне. Ну вот мы уже размышляли о том, как эта инициатива повлияет на телекомпании, вот действительно, на производителей алкоголя, каким образом это повлияет. Они молчат пока, надо узнать. У нас есть телефонный звонок. Да, у нас на линии Елена Томинина, главный врач Кировского областного наркодиспансера. Елена Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Вот Павел Шапкин утверждает, что если мы не будем показывать с 6 до 23 часов фильмы, либо кадры в фильмах, в которых показывается процесс употребления алкоголя, то ситуация изменится. С точки зрения научного подхода есть в этих словах... Да, с точки зрения практики. Ну и практики, конечно же. Прежде всего, да. Так, ну я скажу свое мнение по этому поводу. Вообще, ну мы с вами знаем, да, что Кировская область, она, ну и Российская Федерация, это вообще пьющая наша нация. В Кировской области эта проблема совершенно точно актуальна. И что хочется сказать? Ну, конечно, вот я совершенно точно считаю, что явная реклама алкогольной продукции по телевидению, да, она, наверное, не должна быть все же. И профилактикой, конечно, нужно заниматься. Но это должна быть такая очень системная работа. Возможно, в том числе... То есть вот по рекламе я сказал свое мнение, но должен быть, наверное, какой-то вот экспертный совет, который бы вот как через титечко пропускал все, что мы показываем нашим зрителям, нашим детям в том числе, да. В дневное время, я так понимаю, мы говорим как раз о детско-подростковом таком контингенте. И, возможно, может быть, вот такая политика должна вестись больше показывать что-то за здоровый образ жизни, да, вот такие акценты делать. То есть, возможно, да, должна быть действительно подборка в художных фильмах, передачах и так далее и тому подобное. Это должно быть. Явную рекламу, я считаю, ее быть не должно. Ну, а вот так вот, может быть, до казуистики-то доходить, что вот совершенно точно все сцены убрать, где вот там мы даже издалека что-то видим, ну, наверное, это перебор. Вы скажите, пожалуйста, ваших... Политика в этом вопросе должна соблюдаться и быть, вот, то есть, системная работа, но она должна быть в рамках... Ваших пациентов что стимулирует к тому, что они начинают пить и продолжают? Вы знаете, наших пациентов, у наших пациентов, когда они уже сносятся пациентами, да, то есть, там совершенно другие механизмы. А вообще изначально то, что стимулирует, это проблемы, определенные в семье, это формирование, будем говорить, определенного личности, определенной личности. Именно вот у кого-то ведь возникают, допустим, алкогольные проблемы, а у кого-то нет. Это зависит от сформированной или несформированной личности, то есть, от особенностей личности. Это возникает в семье, то есть, надо большой акцент делать на семейные ценности, на проблемы в семье, на решениях и так далее. Так вот, может, сидят с семьей и смотрят фильмы, и вот формируется личность так вот. Понимаете, ну, только от того, что они смотрят фильмы, личность такая не сформируется, совершенно точно. То есть важна начинка в семье, то есть отношение в семье, ощущение, чтобы ребенок чувствовал, ощущение людей, чтобы ему давалось, будем говорить, какая-то ответственность, делать какие-то действия и так далее и тому подобное. То есть тут дело не только в просмотре фильмов. А вот хорошо, давайте, смотрите, у нас простой подход, предлагает Павел Шапкин, вот запретить, потом штрафовать и серьезно штрафовать к 2020 году, а в новых фильмах вообще этого ничего не снимать и не показывать. А вы слышали когда-нибудь в последнее обозримое время, что принимались какие-то законы, законопроекты, реальные действия по как раз нормализации, по семейным отношениям, направлено на то, чтобы воспитание детей, семье, как-то родителям помогать и прочее. У нас вот, что касается, например, абортов, тоже все время только запретить, запретить женщинам, все запретить. Но я вот ни разу не слышала, чтобы кто-то внятный, предложенный осил, как гармонизировать отношения мужчин и женщин, например, как дать уверенности людям в будущем. Вообще достаточно много проектов, которые занимаются с темами. Я хочу сказать, что в последнее время акцент на этом все же начал делать. Это радует. Они понимают, что проблема в этом есть. Это радует, действительно. Потому что мы наших пациентов получаем именно из таких семей, которые внешне благополучными кажутся. А если вот посильнее ковырнуть, там есть определенные проблемы. Ну, что касается... Все же вот той темы, которую вы сегодня поднимаете, я считаю, что должен быть рациональный подход. Рациональный подход. И это должна быть системная работа. Вот она должна быть прямо выстроена. Что сделать на этом уровне? Первое, второе, третье, четвертое, пятое. Тогда будет толк. Если мы все вместе возьмемся, профилактика совершенно точно надо заниматься. Спасибо, Елена Томинина, главный врач Кировского областного наркодиспансера. Ну и подведем итоги нашего опроса на сайте эхакирова.ру и группе ВКонтакте. Вот смотрю ВКонтакте. Большинство, 42% за вариант, все зависит от программы. Отвечая на вопрос, видеть в телеэфире выпивающих людей вам приятно или нет, все зависит от программы 42%, 40,5%, то есть совсем рядом, все равно неприятно 12% и приятно около 5%. Ну почти 70% на сайте эхакиров.ру говорят, что все зависит от программы, их большинство, и мне все равно, почти 70%. Оставшиеся 30% говорят неприятно или приятно. Такая вот история. Посмотрим, как все будет развиваться. Ну что, сейчас уходим на новости после тематической программы и в новом часе вернемся с новой темой. Будем говорить про велосипедизацию, велопарад и здоровый образ жизни.